приветствую вас дорогие друзья у меня на канале сегодня в кадре я не одна с моей родной сестрой мари геварки у нее есть тоже кулинарный канал и я пригласила ее к себе чтобы вам было тоже интересно посмотреть на красивую армянскую девушку которая очень вкусно готовит особенно готовит нашу выпечку заходите на канал и будете просто в восторге от такой вкуснятины всем привет дорогие друзья очень рада . сегодня находиться в гостях на твоей красивой просторной кухни сегодня я для вас дорогие друзья приготовлю армянскую выпечку кота по моему рецепту который очень прилюбился на моем канале и давайте приступим приступим а вы не удивляйтесь что мы снова снова готовим эту замечательную потрясающую выпечку кстати который хранится очень долго потому что это армянская выпечка и в каждой области ее готовят по разному хотя набор продуктов один и тот же выпечка получается разная сегодня будем готовить так скажем холодным способом то есть масло в этом рецепте холодно у меня нет такого рецепта на канале что будем делать значит вам потребуется большое замесочное блюдо в котором вы будете замешивать тесто и так у меня здесь 400 граммов уже просеянной да и отмеренной муки и отвешенной муки я кстати по рекомендации Марии отвесила ровно 400 грамм да так как это очень точный рецепт можете сразу взвесить и отправляем муку за месячное блюдо и так нам потребуется одна пачка разрыхлителя примерно 1 чайная ложка до 1 такая вот хорошая масло ты попросила чтобы было холодно до холодные с холодильника или из морозильной камеры так чтобы было удобно его наделить на терке на крупной терке то есть должны получить примерно жирную крошку до берем масло окунаем его вот таким вот образом в муке и отрем на мелкой или на крупной терке если вот она смотрите очень мелкая вот так вот окунаем периодически кусочек масла в муке и затем поднимаем терку и вот таким вот образом стараемся перемешать сделать так чтобы каждый завиточек масло оказался в муке что получилось такая у нас масляная мучная крошка и вот так вот трем все оставшееся масло этот способ приготовления чем различается от других тем что когда мы растираем холодное масло вместе с мукой получается у нас жирная крошка и в результате выпечка получается очень слоистая вот это и есть главная разновидность этой выпечки этого способа на кота поэтому рецепт получается очень вкусная такая слоистая воздушная и получается практически у всех и на моем канале кто готов по этому рецепту очень очень много положительных отзывов да вот такая вот крошка у вас должна получиться в конце вот так вот хорошенько все а перетираем вместе с мукой и долго не надо этого делать потому что от теплоты рук масло может растаять как хорошо я сегодня не работаю а в конце будем пить кофе да конечно что дальше а и так дорогие мои у нас здесь 200 граммов сметаны жирность не имеет значения но здесь по-моему 20 процентов да можно чем да можно заменить сметану мацунном или натуральным греческим йогуртом значит нам потребуется еще одно яйцо вбиваем яйцо в сметану непосредственно мальчан я хочу сделать одно уточнение вот мы сюда добавили разрыхлитель но у меня есть зрители которые часто видят что я готовлю на соде то есть нужно пояснить если вы добавите соду он тоже одну чайную ложку тогда без горки а разрыхлитель с горкой добавим прямо в кисломолочный продукт то есть соду а если разрыхлитель тогда к стуфим ингредиент и так еще добавить пожалуйста сюда . щепотку ванили или ванильного сахара если любите ваниль добавляйте аромата для курса и сметанную яичную смесь вводим в муку и вот так вот перемешиваем и постепенно замешиваем тесто сперва перемешиваем ложкой вилкой и затем будем уже замешивать тесто руками нужно немножко подпылить рабочую поверхность рукой то есть кроме этих 400 до нам примерно понадобится еще пару щепоток да вот буквально чуть-чуть на эти два грамм до 10 а 400 грамм прямо сразу добавляйте смело в тесто но его не нужно пару минут вот таким вот образом чтобы тесто собралось в шар виде масло не успевает датыру просто буквально минуту полторы вот таким вот образом нужно чтобы тесто собралось у вас вот такой вот шар то есть 400 граммов муки абсолютно достаточно еще чуть-чуть мы буквально щепоточку такую хорошую подпыляем рабочую поверхность и быстро замешиваем тесто вот так вот кондиция рукам то есть имеет такую слабость тесто да в то же время она не очень сильно обогащена мукой а я тем временем успела разогреть духовку по 180 градусов будем выпекать заранее разогретой печки теперь нам потребуется разделить тесто на две равные части обернуть пищевую пленку и выбираем в холодильник на 15-20 минут а тем временем мы с вами приготовим начинку две равные части да будет два рулета да а итак готовим начинку хорис у нас здесь 100 граммов мягкого сливочного масла можете сливочное масло растопить может можете использовать растительное масло у нас здесь очень мягкое сливочное масло почти талое и так добавляем к нему сахарный песок точное количество ингредиентов будет внизу под видео в описании и ванилин да обязательно ванилин или ванильный сахар слегка растираем масло с сахарным песком вот таким вот образом удобно это делать в перчатках можете это сделать ложкой венчиком но руками так вот в перчатках удобнее всего так вот хорошенечко растираем сейчас вам близко покажем какой консистенции нужно добиться потому что это крошка жирная принципе тоже может быть слишком влажный и не слишком сухой а вот такая вот консистенция у вас должна быть дорогие друзьям кулак а вот когда мы берем небольшое количество начинки крепко сжимаем в кулаке отпускаем тесто собирается в такой вот устойчивый комочек слегка нажимаем она у нас и так вот крошится если у вас такого не происходит можете добавить еще чуть-чуть сливочного масла и растительного масла чего вы добавляете и уже добиться вот такой вот консистенции аромат ванили идет очень вкусная начинка в принципе это можно сказать можно использовать на булочках в качестве что-либо вроде бы начинку уже готова а чем можно ее сдохнуть что сюда можно давать у меня есть один рецепт я добавляю грецкий орешек или фундук обжаренный и молотый очень вкусно так получается но там немножко другой рецепт сюда можно добавить сухофрукты конечно обязательно можно добавить по желанию как рассказала . и любые орешки миндаль фундук грецкие орехи мне кажется вот этот три этих орешка хорошо что подойдут не днем что подойдет арахис нет да все что у вас есть хорошенько просто нужно измельчить или смолоть в блендере добавить на этом этапе перемешать или сухофрукты по желанию даже что я готов цукаты сухофрукты некоторые рецепты в этом году тоже будут те что есть я сегодня оставлю ссылки под этим видео а также оставлю ссылки на рецепты другой выпечки года и конечно же как же ссылку на канал мария геворгян заходите смотрите поддерживайте канал в том числе мне будет очень приятно а также мне очень приятно нам приятно да вот такие замечательные добрые такие комментарии пишите что просто ну родные так не говорят понимаете спасибо всем вот достали часть теста теперь будем раскатывать давайте папа пыля стол мукой вот таким вот образом раскатываем тесто в тонкий пласт прямоугольный пласт как тонко в конце покажу моё любимое раскатать тесто имеет значение насколько тонко раскатывать или нет да конечно имеет значение тесто раскатываем максимально тонко буквально один миллиметр-полтора довольно тесто успела выпечься потому что мы сейчас мы будем сворачивать в рулет тесто наслаивается чтобы она хорошенько успела пропечься и подняться очень податливое тесто очень легко с ним работать она всегда вот такой знаете эластичная не липнет к столу но в процессе обязательно подпыляйте тесто мукой чтобы она не приставала к скалке и хорошо так вот ровненько раскатывалась и как я уже сказала выше она совсем не забита мукой совсем да очень на марган куда ты ушла на меня оставила и 2 . иду здесь наша начинка который мы приготовили и так визуально делим начинку на две равные части вот таким вот образом и выкладываем начинку на тесто как и догадались начинка сладкое тесто пресное и когда сворачиваем рулет у нас уже получается всего в меру то есть тесто не нужно употребляться и вот таким вот образом прямо руками равномерно распределяем хорис по тесту тема песок даури приятно кстати работать если не удалось уехать нам и вот так вот слегка до в конце как только распределили вот так вот слегка утрамбовывайте чтобы легче до вот так вот здесь никаких премудрости не нужно просто равномерно распределяйте начинку по тесту и утрамбовывайте да теперь достало время свернуть нашу плату в рулет и так вот с краю вот таким вот образом первый у нас слой пошел все это делаем очень аккуратно и чтобы было ровненько и вот таким вот образом заворачиваем в рулет очень все легко и просто кстати очень приятно всегда и как-то не знаю работать работать с таким тестом да из этой выпечки всегда мне доставляет удовольствие печь коту знаете такая выпечка которая готовится из самых обычных ингредиентов которые есть всегда в любом доме и получается очень вкусно очень так как-то празднично и такая нарядная не отмороза нет сметаны можно заменить на мацун нет мацуна можно английский йогурт мы свернули уже наш рулетик вот какого друзья сюда конечно подравниваем наш рулетик чтобы все было аккуратненько и в конце обязательно берем скалку и вот так вот слегка надавливая проходимся по нашему рулету чтобы слегка его утрамбовать таким вот образом азочка нам потребуется еще одно яйцо для смазки разве пожалуйста хорошо рулет готов и для хорошей колировки нам понадобится либо одно целое яйцо либо два желтка и одна столовая ложка молока как сейчас у нас взбалтываем да обычным способом смазываем пельцом тщательно и богата была красивая румяная затем обычной вилкой наносим характерный узор на готе вот таким вот образом слегка надавливая так у нас делали испокон веков и как-то вот по привычке тоже всегда наши вот такой вот красивый узор и не нужно как менять зоро меня потому что очень красивым так привыкли на выпечка каждая еда имеет свой цвет и нам теперь нужно красивый рулет нарезать как будем нарезать готов вот таким вот рельефным ножом который можно найти с легкостью в любом хозяйственном магазине если такого ножа у вас доме не найдется разрезать эту обычным острым ножом и так сегодня покажу два способа нарезки готы нарезки с полосками и треугольниками вот таким вот образом это вот такие вот треугольнички и вот такой вот косой полоской а ширина каждого кусочка у нас примерно полтора нет два с половиной три сантиметра все дорогие мои отправляем готов на застеленную бумагой на выпечке противень и выпекаться температура выпечки как уже сказала азычка 180 градусов ну вы смотрите по своей духовке советую выпекать и под 170 если у вас духовку очень сильно нагревается чтобы слои успели пропечьте посмотрите слои тесто и начинка красота да мари джан две штуки и не поместилась в этой жаровне ничего ничего будем выпекать другой жаровне и я еще хотела сказать а когда будете расставлять катушки на противне старайтесь оставлять а небольшое расстояние между ними буквально два сантиметра чтобы они при выпечке когда они будут отниматься и чтобы со всех сторон хорошо равномерно пропиталось отправляем духовку и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой вот чудесный рецепт мы сегодня вам предложили. Готовьте, пробуйте и вы. И пишите в комментариях, как вам такой рецепт. А мы, конечно же, свалили кофе. Будем пробовать для вас. Да, Майкин? Ну давай, Язычка, пробуй. Скажешь свое мнение. Я готовлю, я буду пробовать. Пока снимали, кофе уже остыл. Хотя мы уже успели напробоваться за кадром. Какая вкусная. Посмотрите, какая слайстость внутри. Ну очень вкусная такая хрупкая, хрустящая. Мари, Джан, очень тебя пригодят. Рецепт. И чувствую себя должником. Хочу прийти к тебе на канал и приготовить что-то вкусное. Обязательно я буду ждать тебя в гостях на своем канале. Приготовим что-то очень-очень вкусное в моем исполнении. Думаю, что мои подписчики оценят этот рецепт. На здоровье пользуйтесь. Пробуй и ты. Супер. Существенно. Все, мои хорошие, на этой замечательной ноте хочу с вами попрощаться. Спасибо всем за комментарии, за лайки, за ваши очень теплые, хорошие слова для новых, очень вкусных встреч. Пока-пока.